Счастливых новоселов на новую жилплощадь доставило комфортное такси. Организаторы поездки – специалисты регионального профильного министерства и родные опекуны из Ульяновского зоопарка. Под их чутким контролем 25 кряг в окрепле обрели настоящую семью. Пару лет назад их родители спасли от тягот жизни в стрессовых условиях, а сейчас и для утят подыскали комфортное место обитания. Они у нас находились в более тепличных условиях, но уже в разлет, в качестве небольшого разлета у нас было, в качестве плавания. Но здесь, конечно, им будет намного лучше, то есть они уже тут разлетаются, расплаваются, покормятся, адаптируются к диким условиям существования и дальше будут. Ну и потихонечку, наверное, в течение полумесяца-месяца пройдет выравнивание тех жизненных процессов, которые необходимы, то есть, например, уменьшение жировой массы и увеличение средств на мышечные. Отныне кряквы будут жить в акватории Свияги, недалеко от рабочего поселка Ишеевка. Места здесь живописные, а вода в реке чистая. Распустившиеся кувшинки тому подтверждение. Эти цветы не выносят грязные водоемы и участвуют в их очищении. Зелень на поверхности не тина, как может показаться на первый взгляд, а ряска – любимое лакомство уток. Трапезничать птицы могут спокойно, не опасаясь за свою жизнь. Это место находится вблизи, даже, можно сказать, в черте населенного пункта. Здесь охота не производится. Поэтому выпущенные птицы не будут добыты охотниками. Как только кряквы обживутся, начнут готовиться к миграции. Многие птицы улетают на зимовку в теплые страны в конце августа. Самые поздние – в ноябре. А вернувшись, родные края начнут обзаводиться потомством. Такая жизнь в диких условиях близка уткам. Это же можно сказать и про других животных. А потому в скором времени сотрудники зоопарка выпустят на волю бельчат. Их спасли из Парка Победы весной этого года. Малыши окрепли и готовы к новой жизни на Сахалине. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Управда ТВ.